Елена помогает дочери собирать вещи. Жить здесь с маленьким ребенком стало невозможно. Накануне Юлия Федотова в их квартире отключила свет и воду. Для того, чтобы купить это жилье за полтора миллиона, мы потратили все деньги, которые у нас были, плюс заняли еще. И сейчас мы остаемся с долгами и без жилья. Таким коварным способом, считает Елена, женщина решила отомстить. Люди требуют расторгнуть договор и вернуть деньги, ведь в купленных у нее квартирах жить нельзя. Дом под снос. Правда, при продаже квартир Федотова решила об этом умолчать. 50 тысяч квадратный метр. Это далеко не дешево. Мы могли бы сейчас, допустим, и тогда купить квартиру однокомнатную без долевого участия. Но дочери очень понравилась эта квартира, потому что там был свежий ремонт. Действительно, раскрыв секрет, Федотова бы потеряла клиентов, а продажа шла завидными темпами. Все 13 квартир за пару лет обрели своих владельцев. Но не успев обжиться, их дружно вызвали в суд, где, собственно, все и рассказали. Когда нам открыли глаза уже в конце ноября месяца, мы, конечно, были все очень ошарашены вот этим вот решением. Как раз прям первый и второй суд. На втором суде уже выносится решение о сносе этого дома. Еще, что характерно, сносить за счет дольщиков. В судебном решении сказано, у Федотовой не было разрешения на строительство. И о последствиях ее не раз предупреждали. Но в договоре она настойчиво указывала. К дому нет никаких претензий. Люди просят признать Юлию мошенницей, но та с такими выводами не согласна. Мол, она сама в шоке от происходящего. На многоквартирное это строение никогда и не претендовало. Хозяйка лишь выделяла людям доли своей собственности. Мы получили свидетельство в 2013 году, поставили этот дом на кадастровый учет. То есть, ну, как индивидуальный жилой дом, везде прописано, что не требуется разрешительных документов. Как бы при получении свидетельства я успокоилась и все. Удивительно, но в честности Федотовой нигде даже не усомнились. Люди прошли столько инстанций, даже сумели оформить документы о собственности. Как так получилось, что специалисты, ровно как и жильцы, даже не догадывались про наложенный на дом арест. 29 августа 2014 года судом был наложен запрет на регистрационные действия. Однако в материалах дела отсутствует сведения о том, что данное определение направлялось в органы регистрационного. В центральном суде Людмила и Елена сегодня просили признать их сделки недействительными и своего добились. Это решение позволит хотя бы не оплачивать снос и попытаться вернуть деньги. Так как ни полиция, ни следственный комитет, ни прокуратура не посчитали Федотовой мошенницей. Между тем, она уже множит свой бизнес. Как сообщают те, кто с ней столкнулся, женщина строит еще два дома. По некоторым данным, на переулках Степном и Фабричном. Ольга Патрушева, Митпримачек. Наше время.